Здравствуйте, я Нелли Ермолаева. Это телепроект Дом-2. Новая жизнь. Клава Безверхова готова начать новую жизнь без Игоря Григорьева. Коллектив разделился на две части и не знает, стоит ли вообще возвращать его на проект. Сможет ли Игорь отстоять себя дистанционно? Узнаем сегодня. Наступил 7131 день нашей телестройки. На днях участницы проекта весело провели время в ночном клубе. Видео из клуба, на котором Элина и Таня общаются с парнями, возмутило Диму Мещерякова. Ну, как по мне, девушки легкого поведения. А Саша какая? Саша ничего не делала вообще. Девушки обвинили Сашу Черно в том, что это она отправила скандальное видео Диме. Это стало причиной громкой ссоры Элины и Саши. Девушка считает такое поведение подруги предательством. А Саша уверена, что не совершила ничего ужасного. И Элина просто нашла повод выместить на ней свои старые обиды. А с Димой что у тебя? Ничего. Ну, я не хочу с ним общаться. Блин, получается, ты двух друзей потеряла. Да и плевать. Значит, такие друзья. Ну, ты готова с Элинкой все-таки потом помириться? Нет. Не готова? Вот о чем речь. То есть, ты прям точку... С Элиной я не хочу. Из-за того, что она сейчас так относится к тебе? Конечно. От того, что эти видео попали в сеть, не моя вина. Понимаешь? А там, получается... Нет, твоя тоже есть. Ну, понятно, понятно. Типа, понимаешь, там, получается, человека превозносят, а меня говном поливают. Ну, то есть, получается, ее действия говорят о том, что ты все время дружила искусственно. Вот, прикинь? Да. Затронь человека. И то я сразу признала, что я не права по факту. Тут вот моя минимальная вина. Вот минимальная... Она знаешь, что говорит? Я где-то, ну, сколько... Ну, дней пять, не знаю, назад с ней общался. Вспомнила. Она говорит, что, типа, были уже позывы, колокольчики уже были. Три-четыре фактора каких-то моментов. Конечно. Ну, каждый раз ситуация с Эльвирой, с Игорем, потом с Клавой, когда она там идет, рассказывает ей там, что-то втихаря против меня, ну, грубо говоря. У нее уже были моменты, где ты... Я такая, она говорит, ты реально накручиваешь. Я говорю, окей. Но я понимаю, что я не накручиваю. Саше есть такой момент, правда. И дальше, как я буду доверять этому человеку, который, говорю, нет, а это берут и делают, с каких-то для своих целей. Каждый раз, я говорю, Саша, вот бывают ситуации, я ей что-нибудь расскажу, говорю, Саша, пожалуйста, не пиши. Не-не-не, я писать не буду. Пишут. Ну, мне уже просто обидно. Таких ситуаций, говорю, не делать, она это берет и делает. То есть, получается, это тысячу было историй, и это уже окончательно? Даже просто ситуация, по-моему, я не помню, была, по-моему, с Сэмой. Я знала, что приходит, я говорю, ну, не пиши Сэму только, пожалуйста, пусть это будет, то как бы, ну, не-не, я не напишу, и при этом уже пишет ему. Единственное, в чем я виновата, и то, я виновата как, ну, типа, это случайность, вот о чем речь. По ее словам, ты уже много раз вот так косячила. Много раз косячила, я косячила, вот об этом и речь. Как я говорила 4 дня назад, и сегодня для меня ситуация грязная, подлая, некрасивая. Я считаю, что Саша в ней поступила нехорошо по отношению ко мне. Случайность, не случайность, факт есть факт, отправлено не одно видео, а все видео в разных ракурсах, и это можно было заметить. Саша. То, что я тогда Клаве сказала, она, может быть, забыла о том, что Игорь мне тоже друг. Человек считает, что я ее собственность полностью. Ну, ты ничего такого не сказал. Поэтому я говорю, мне не нужна такая дружба. Это не дружба. Тут дело даже не в этой истории. Вот, получается, задели чуть-чуть человека, и на меня полилась вот эта вот грязь просто, понимаешь, грязища. Значит, соответственно, человек обо мне так думает. Ну, я не ее собственность, пойми. В смысле, Игорь, это моя компания, извини меня. Для меня там Игорь, это то же самое, что Даня Сахнов. Ну, то есть, мы сколько лет дружим, и я сейчас такая должна отказаться, потому что, видите ли, ну, ни с Элиной не сложилась, серьезно, что за бред вообще. Я считаю, что действительно Саша в этой ситуации поступила по отношению ко мне некрасиво. И сейчас говорить, что я плохая подруга, но это ее лишь, наверное, такой момент из себя сделать жертву, что о ней говорят плохо, что я там как-то лишний раз позволила ее в сторону, что мое лицо открылось, извините, открылось после того, как вы поступаете. Конечно, я не сяду, как мышка, и буду молчать, значит, такая, ой, да ладно, так поступило, ничего страшного. Подобного поступило, и я буду об этом говорить. Ну, короче, суть, как бы, она вот максимально простая, да, то, что у Элины кучу якобы там каких-то воздушных абсолютно обид на какие-то прошлые моменты, поэтому она на меня уже очень жестко заточила, и поэтому из-за этого видео ее вот так вот бомбануло. Вот, как бы, а мне, еще раз говорю, не нужна такая дружба. Игорь Григорьев не умеет контролировать свои эмоции, за что и был дисквалифицирован на месяц. Клава осталась ждать его на проекте. Ребята уверяли, что разлука не навредит их чувствам. Вот только в паре каждый день вспыхивают ссоры. Свободолюбивая Клава не готова менять свой образ жизни, а Игорь ревнует и готов разорвать отношения с непокорной подругой. Вчера Саймон же отсутствовал, но мы не забываем, что Саймон позволял в сторону Клавы очень много слов, которые могли тебя, ну, в принципе, задеть как девушку. И есть ли какая-то там злость на него, может, ты мстить ему теперь будешь за это, что он так позволил твою сторону высказываться? А мстить ему мне за что? Ну, за то, что он очень ограничен в своих высказываниях. Думаю, что он самый умный и проповедует идеальные отношения, которые, как бы, у него тоже не совсем идеальные. Ты, честно, я считаю, высказывал мнение. Я высказал мнение, я увидел так, что она действительно сливается, делает это очень топорно, в наглую, очень мерзко. Это действительно так выглядит. И все почему-то молчат. Видят это и молчат. Ну, у нас так вот и принято периодически, знаешь, вот кто-то что-то делает очень явно, и все такие, и в тряпочку вот так вот. А как же так-то? Слушайте, я не буду молчать. Я это вижу, я говорю. Когда Саймон пытается как-то, вот, говорю, что я как-то поступаю, у меня бордель там нужно сдать, то я на это наблюдаю так, а покажи сначала ты что-то идеальное, а потом я уже тебя буду слушать. Я вообще считаю, что Игорю нужно срочно вообще появиться здесь на лобном месте. Очень срочно. Потому что то, что говорит Игорь и то, что говорит Клава, это, мягко говоря, разные абсолютно картины мира. Абсолютно. Я считаю, что нужна очная ставка. Никому Игорь здесь не упал, не уперся, я уже вижу. Коллектив уже забыл. Ты один топишь за то, чтобы его вообще вернуть. Клава забыла. Клава молчит. Элина забыла. Я стою на своем, я считаю, что Игорь должен здесь появиться. Даже если они наглым образом его сливают, и это дисквалификация не на месяц, он хотя бы на один день должен здесь появиться, чтобы все вот, глядя в глаза друг другу, все вот высказали. Может быть, Игорю стоит поговорить с ним? Игорю ни с кем не стоит разговаривать, я бывшая девушка Игоря, я с большой печалью принимаю новости о расставании. Ну, интересно, они меня с вами расстраивают, Клава. Честно, вы знаете, девушка рассталась, вроде бы, знаешь, ему надо выйти, я не знаю, в трикошках, просто вот так вот одеться, все, настроения нету, с парнем все плохо. У Клавы все наоборот, Клава расцветает. Я уже ярко, мы гея, красиво выглядят. Нет, все в белом. Смотри, дело в другом, дело в другом. То есть, на чем с тобой, то что, у меня же не было чувств любви. То есть, ну, то, что я сейчас наблюдаю в социальных сетях, типа, как это все выкручивается в такую сторону, я думаю, слава богу. Сейчас нет, это еще не все. То есть, он сейчас тебя еще больше показывает, как он есть, на самом деле. Я думала, я что, я хотела узнать, то есть, для меня было непонятно, как бы, вроде бы, о чувствах говорим, да. А, ну вот, кстати, а теперь расскажу секретик. Помнишь, я тогда говорила налогом, то, что я общалась со своим психологом, подружкой. Она мне говорит, хочешь проверить его истинные чувства, дай ему холодок, спровоцируй его. Говорю, хорошо. Я дала холодок, спровоцировала, и вот получила, что получила. Я поступила так, да. Она говорит, то, что мужчина не меняется, то, что он с тобой может быть хорошо. А ты не можешь даже оценить, наоборот, то, что его очень задело, и у него, знаешь, как у Димы хулигана, да вы шлюхи, да вы такие-то, 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 потому что, ну, чувство есть, и ты обижаешь. Его бы задело то, если бы я с кем-то поцеловалась, подержалась за ручку, переспала бы. А не то, что я просто не пошла на его какие-то условия, которые он мне выстроил, как бы. Я же просто нарушила условия. И то, которые, как бы, он не сказал. Я не хочу, чтобы ты шла, окей. А у тебя сейчас вот это расставание только пошло на пользу, в том плане, ты посмотрела, кто такой. А у меня ничего не изменилось. У меня ничего просто не изменилось, Элин. Ничего изменилось, что у меня был парень, что у меня не было парень. У меня просто ничего не изменилось. Я думаю, он сейчас испытывает ко мне какие-то агрессивные чувства, потому что он говорил много слов о том, как мы будем жить за периметром, как он вообще, в принципе, нацелен на меня, примерял на меня свою фамилию, говорил, что Клава Григорьева это звучит. И я, с одной стороны, его понимаю, но я не могла ему ответить тем же, потому что до сих пор я не могу в него влюбиться. Не из-за того, что он какой-то плохой, он великолепный. Но просто у меня чувства стоят на блоке. Сэм относится к крайне негативной Клаве, ее жизни. А вот ты как относишься к жизни Клавы? Так же, как Сэм? Или ты могла бы, например, в своем понимании заступиться вот как-то вот по-женски за Клаву? Нет, на самом деле я в какой-то мере на стороне Саймона. Мы с ним общаемся, я тоже с этим согласен. Нет, он не говорил о том, что она шлюха. Он сказал, что у меня она в бордове задает. Он сказал о том, что шлюханское поведение в том, что за него неприемлемо. Подожди, ты согласна с этими словами? Это его слова. Нет, ты с ним согласна? Я не говорила о том, что она шлюха. Я сказала, что для меня это не норма. Я бы так не поступила. Я не хочу сейчас, знаешь, оскорблять человека. Мне это неинтересно. Не оскорбляй, позиция твоя какая? Ты разделяешь взгляд Сэма? Да. Пусть это будет шлюхшее поведение. Но почему, например, ему можно делать то, что он делает, а мне нельзя делать то, что я делаю? Только он находится за периметром, а я нахожусь в периметре с коллективом. А тебе не обидно, что ты вот с девочкой, которая общалась, с которой вы смотрели вместе фильмы, тоже сидели, общались в чем-то своем, говорит о том, что это действительно, согласно Сэмону, что это шлюханское поведение? Было бы обидно, если бы это для меня был бы дорогой человек. Тогда было бы обидно, а так, за что мне обижаться? Сэмон мне говорит про какое-то плохое поведение, что я как-то не так поступаю. Но при этом у него нет самого идеального отношения, понимаешь? Вот есть одна ситуация, которая мне крайне не понравилась, как он поступил. Это старая ситуация или новая? Ну, не такая старая. Ну, и такая новая. Говори, 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 что он там сделал? Не важно, но просто вот была такая ситуация, вот он так поступил, поступил как ***, если честно. Кругому не назвать. Вот он поступок был. Вот он называет мой поступок с Люшей, а я называю вот тот поступок его *** поступок. Но можно вообще рассказать об этом поступке? Нет, не буду. Это его приход был в этот? Это было относительно недавно, да. В этот приход, да? У меня всегда все замечательно и все хорошо. Поэтому расставание, если не беру какие-то глобальные вещи в жизни, меня ничего не будет расстраивать, я всегда буду на позитиве, потому что нужно всегда быть в плюсе, а не в минусе. Семья Сальбекова, у меня к вам большая просьба. Я вчера развернулся с Таней, чуть-чуть, по чуть-чуть топлю ее сердце. Да? Вот, и решил сегодня ей приподнять настроение, решил сегодня в комнату поместить кроватку детскую, распечатать наши фотографии. Вот, и решил попросить всех своих ребят записать видео, что Таня, с добрым днем, хорошим настроением, ждем тебя на поляне. Давай, давай. Запишите, пожалуйста, сделайте ее. Давай, надо с тобой? Ну, с вами, кто-то вдвоем, да. Слушай, очень признателен вам. У Эльвира спросили, как она относится к тому, что мы с ней нормально общаемся, а ты меня там... С тобой нормально общаетесь? Да, потому что мы с ней нормально общались. Нет, ну вы нормально общаетесь, но постольку-поскольку. То есть я думаю, что у Эльвиры хватает мозгов, чтобы держать тебя чуть-чуть на расстоянии. При этом я ей ничего не запрещаю, я ей всегда говорю. Ты сама делаешь выбор, с кем общаться и о чем общаться. Ну, а по сути, чему ты ее можешь научить? Как по баням ходить, пострепушить. Как своего мужчину отстаивать. Смотри, я... Чему могу ее научить, хорошо. А я думаю, что у нее глаза в принципе открыты, она прекрасно понимает. Ты настолько узко мыслишь, настолько узко, у тебя такой крохотный мозг, что ты видишь только вот эти моменты. Почему? Они, по-моему, очень яркие. Мы же здесь говорим про отношения. Так ведь? Да, хорошо. Ну вот, если мы... Хорошо, какие полезные и добрые поступки ты сделал за последний месяц? А мы сейчас об этом не говорим. Что-то хорошего сделал, Зами, как мама. Что-то хорошего сделал. Да, Эля очень много хорошего, кстати, сделал. И самое крутое, что она это знает. Ты про нас скажи, что это... Ну точно не тебе вообще мне это рассказывает. Не тебе, это тебе, бочечки. Ну вот так не про тебя. Да вот я тебя говорю, я смотрю на себя как на обиженного ребеночка. Своего муличка давай лучше, блин, поотстаиваем. Сколько ты времени потратила на то, чтобы здесь его отстоять? По-моему, нисколько. А, блин, а мне так забавляет? Нисколько? Я тебя, знаешь, так на эмоции вывожу, что в отношениях ты их недополучаешь, и сейчас вот ты прям... Ты ошибаешься, Сельвира, я получаю все эмоции. Серьезно, дело в том, что мы... Но тебя бы тогда это не трогало. Тебя бы это не трогало, понимаешь? Да нет, дело в том, что я в принципе, ну так, с определенным презрением отношусь к подобного рода женщинам. То есть я не считаю, что ты в целом можешь быть... Хорошо, смотри. ...единицей такой, знаешь, вот в паре. А теперь послушай меня внимательно. А в тряпушнике, когда мы ездили... А для чего мы слушать тебя внимательно, когда я тебя не уважаю? Ну для чего? Ну пошел ты тогда... Давай, давай, скажи. Не, не посылай мужчин. То, что ты видишь во мне, это вот твое гнилье внутри. Вот я, например, во всех вижу только позитивные моменты, потому что во мне позитив. Почему? А в тебе море говна. Почему ты так считаешь? Ведь мы только говорили про то, что как ты своего мужчину здесь оставил. Саня, ты же читаешь книжки. Ты же читаешь книжки. Можно, что же правильные книжки читать, чтобы ты понимала, о чем я говорю? Конечно, конечно, я читаю правильные книжки. Ну так почитай еще. Из своего окружения неправильных гнилых женщин. Таких, как ты. Хорошо, пусть я буду гнилая, хорошо. Да. Главное, что мужчина хороший. Какой мужчина у тебя хороший? А все в целом. И ты хороший, он хороший. Вы очень хорошие, поэтому... У тебя же сейчас нет мужчины. У меня нет. Ну это не проблема. А какого ты хорошего мужчину говоришь? Это не проблема, ты знаешь? Я знаю, что для тебя это не проблема. День один, день другой. Может неделя, какая разница? Нет, я тебе не говорю про отношения. Я тебе говорю в целом. А, в целом? Не проблема. Танюха, привет тебе от семьи Салибековых. Я знаю, что ты с Лехой уже там немножко тепло начала общаться. Я тебе так скажу, что это самая крутая новость за этот год, который я слышал. Потому что семьи должны сходиться. Семья – это самое важное и самое главное вообще в жизни каждого человека. И если есть чувство, и если есть ради чего ее сохранять, то обязательно нужно отбрасывать все свои обиды, все плохое, то, что было, забывать и пытаться сплотить. Тем более, когда есть ребенок, в частности дочка, мы тебя все ждем. Особенно тебя ждет здесь Леха. Да, приезжайте, и семья на телепроекте – это будет очень круто, особенно с такой историей. Если вы сойдетесь, это просто будут взрывы, фейерверки, хлопушки. Поэтому, Танюха, мы тебя ждем с дочкой. Приезжай, и мы счастливы! Я говорю, ты можешь, пожалуйста, не комментировать сейчас «Дом-2»? Вообще. Не нужно там что-то вот… Он очень жестко реагирует. Он сидит вот дома, просто листает вот эти вот типа группы, и сидит потом весь злой. Просто злой. Его уже потрясет в злость. Сидит, когда он уйдет, трубка эта трясется. Я говорю, ты можешь вот ничего не выкладывать, нет, просто отдохни. Он энергию реально тратит на этот негатив. Я ему говорю, ты по-другому. Не на тебя. И ты почувствовала, что… Меня другой момент еще очень сильно взбесил, когда я болела. У меня температура, я лежу, у меня прям реально хреновит. И все вот это время я слушала, как он на резки с Элиной смотрел. Я прям проснулась, прям поспаясь, говорю, ты что, прикалываешься? Почувствовала себя лишней. Я ему просто говорю, ты что, прикалываешься? Он все время просто смотрит Элину. Я ему просто… Элина орет, Элина орет, Элина, Элина, Элина. или на или на или на или на причем досмотре я почему об этом сказала я ложусь он все равно продолжает смотреть просто смотри вот эти вещи даже вот эти казалось бы мелочи о которых ты сейчас говоришь они как будто бы они как будто реально актуальны они как будто бы имеют вес даже больше чем ты что что говорил что я меня пугает его агрессия вот это вот то что ты эту шарман крутила вот это то о чем ты не говоришь и не рассказывать между наше личное прошло согласно тебя это беспокоит а дальше смотри на во внимание короче эти не рассказывала пару дней назад как раз таки когда мы поругались сами нам наш остались буквально сколько там на два-три дня и мне по моему даже в тот же день не помню может на следующий день пишет игорь голосовое сообщение сейчас я включу послушаешь о том что рассталась и не рассталась на чем ты там написал как-то у вас в этом плане хочет его там практически жизнь вообще проходит у меня просто товарищ интересуется очень сильно ему понравилось вот и еще с каком царстве прибывает такой голос он не отправляет и я как бы не придала этому значению но то есть я абсолютно не стала интересоваться какой-то парень потому что я только рассталась человеком для меня как бы важны эти отношения то что мне сейчас бы либо отойти либо снова сойтись такие мысли меня гуляли в голове вот и после того как мы помирились сами нам я обязательно все рассказала показала мы все переписку говорю вот такая как бы ситуация тебе говорю он случайно не писал не спрашивал можно ли ну как ты знаешь они вроде бы кореша знаешь там общаются хорошо такая как бы тема пытаться подсуетить какого-то друга для меня или на вот смотри говорила вчера определенные вещи так что она в принципе готова пойти на примирение в принципе не готова почему потому что я уже объяснила ты же не права изначально стоп смотрите то что я была не права в ситуации в определенной в последней я это признала там малейший косяк то что я не посмотрела и получается как тут я вчера все правильно сказал то есть получается задеть человека чуть-чуть и польется из него все то что он тебе думает на самом деле а зачем задевать вообще вот зачем вот эти проверки если вы дружите проверкой это вышло случайностью я же не случайность это на самом деле даже вчера окончание вчерашнего вечера так вчера приехала горина у них с элиной много нерешенных вопросов и девчонки решают все на повышенных тонах ругаются и и вдруг ты проходя мимо катей говоришь о и милая подруженика уже уезжаешь не правда не так было так что типа как ты уже правда уезжаешь категор пойдем проводишь меня и саша пошла проводить ее это было игорь поступил вообще очень мерзко по отношению к самому с учетом того что лицемерно даже потому что он сэмону знаешь это такое ощущение что человек какая-то говорит обидой типа что это как бы знаешь со мной не получилось с ним получилось надо сейчас как-то тут подговнять так скажем вывернуть эту всю тему но хуже баба себя ведет некрасиво реально ладно бы он наш не общался там с саймоном и написал но то как они грубо говоря в десну целуются знаешь там бро-братан вот это вот подходить или смиряться название что-то как-то узнавать какое-то мнение советы а потом такое вкидывать но не совсем красиво я считаю это все просто любом случае человек возможно в какой-то мере обижен обижен тем что у меня с ним не сложились отношения и он думает так ну и саймоном все раз они сейчас тут пока поругались нужно говнеца еще подкинуть подложить может быть друга чтобы саймонову ничего не получилось я вижу это так как будто бы обиженный мужчина обиженный мужчина так и поступают пытается как-то разрушить мои отношения в общем или ну готовы потерять но получили росли я например считаю то что в наших до этого конфликтах действительно у меня была своя правда вот я вижу ситуацию так я не считаю себя виноваты или предателем считаю что например когда она собиралась выгонять проекты игоря я была права в этом во всем сельвира история да ему реально нравилась девчонка давно он хотел расстаться с лины но не влюбился в нее но бывает такое и во всех этих историях еще раз я не предатель я просто человек который имеет свою точку зрения я извинилась за то что конкретно накосячила но вот например раз накосячила да пожмите руки идите дальше я пожала руку но на меня полилось говно зачем вот это уже договориться третий день по моему что льется говно какое говно льется ну во первых то что я крыса это поведение крысятечество я это говорила но лично про тебя как лилась говно что я считаю оценивала твой поступок подлым грязным нехорошим я это говорила про поступок да я считаю что это так и ты же сама это признаешь все это я анализировала анализировала анализируют я думаю почему же здесь когда реально произошла случайность затронули человека и дерьмо прям полилось просто вот рекой полилось это дерьмо и тогда я поняла что все таки наши пути разошлись я не предлагаю саша ничего мои слова мои действия говорят о том что это твой был выбор ты так поступила я лишь сделала выводы дальше конфликтовать говорить о тебе как-то в плохом ключе я не собираюсь поэтому но говорить о великой дружбе я тоже не хочу чем от меня льется грязь смотри во первых что самое основное самое основное самое основное я сейчас скажу еще раз да то есть ты прекрасно знаешь насколько жестко меня бесит здесь история тем то что тут пытаются преподнести то что у меня какая-то любовь к диме со мной играть я не дам никому вообще когда симпатию девушке проявляю она тусуется с мужиками сосется ну как мне налаживать я не буду налаживать окей тогда тогда этот иди во банк подойди и скажи слушай давай так вот и медицина нравишься я готов не шутить не флиртовать ничего я хочу за тобой я буду за тобой ухаживать я буду делать все чтобы ты была моя и поверь но я хочу обратку да мне сейчас говори есть у меня шансы или нет шансы есть и всех и здесь опять получается я спустя несколько месяцев должна обсуждать то что в этом виновата ты когда ты здесь сидишь и говоришь о том что перед казанью я зима больше общаться не буду он подлый человек а следующий день мы едем значит на запись песни 7 и я вижу как вы переписывали а чем мы переписывали сообщение о чем мы переписывали богдана про все на тебя в том числе про тебя в том числе я не знаю про меня не про богдана он рассказывал ты там говорила о том что богдан и я целовалась почему я с ним целовался? Я тогда тебя не забыла и еще куда так это было когда success of a i hoopest переписка была ты либо общаешься с человеком говоришь да я общаюсь либо ты тогда сидишь здесь и говоришь ну мы не общаемся и прекращаешь общаться сама эту нитку тянешь ты понимаешь? Нет, нет. простое общение подожди, простое общение и какие-то амурные истории имеют вообще разницу или нет? Или, то есть, если мы, например... Ты не уточняешь, Саша. Ты говоришь, я с этим человеком больше не общаюсь. Он подлый. Нет, подожди, да, он подлый. Для меня он подлый человек. Ну все, тогда ты не общаешься, на самом деле не переписываешься. Вот так вот просто у вас сообщения летят. Ну так он мне сам начинает писать, Телинский. Не, просто сейчас я напоминаю Мену Леонид, она типа Безуса. Вот это мне не подходит. Не-не, братан, ты что? Я уже вчера такой, знаешь, какой-то, блин, мальчик, которого типа вот будет бегать, она будет там гулять, а я буду ее там Эй, парни, тормозите. Эй, девушки, тормозите, генали здесь. Это моя любовь. Шутить я не буду. Да кому он? Нет. Нет, это реально такая символиция. Нет, 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 так не пойдет, нет. То есть, я ее не понимаю. Она то притягивает меня, то отталкивает. Играет со мной холодно, горячо. Как-то проникся чувствами к ней и хочется дарить свою ласку, заботу. Да, мне тоже не... Тима, ну ты, вот послушай, ты тоже же не сделал ничего такого. А что мне надо сделать? Сидание. Ну, слушай, не было, ты даже неделю не ухаживал за ней. Она что может сказать тебе? Ну, что она правда скажет? Ну, ты чуть-чуть подошел к ней, там ее потискал, все, она должна сказать я буду с Димой. Но она не говорила оттискал. Ну, почему с Игорем? Он ухаживал за ней долго? Послушай, у нее была тяга к нему. Все, у нее нет тяги, давайте. Нет, все, я пускаю руки. Нет, у нее есть другое. Она тянется к тебе, она тянется к тебе как к другу, она уже прижимается к тебе, еще какие-то движения. У тебя есть плюсы? Хорошо, что есть хотя бы дружность на связи. Я там долго не ухаживал, понимаешь? А мне что, надо долго ухаживать? Это как, слушай, ты зачем-то сравниваешь его с собой? Он мне тоже не ухаживал. Зачем ты сравниваешь? Ну, потому что я сравниваю тебя. Ну, не знаю, подарю хотя бы святые. Смотри, если бы химия произошла, то было бы намного интереснее. Вы вдвоем бы тянулись. А здесь ты больше загоняешься, ты? Да, я не хочу. Я не хочу. Не хочу ничего, все. Я, конечно, понимаю, что много подводных камней. Я лишь не хочу, чтобы Лина играла как-то на моих чувствах. Но я верю в то, что мы можем стать крепкой и надежной парой. Ну, как минимум, самый топовый на проекте – это 100%. Алло. Игорь, привет, это Нелли. Привет, Нелли. Ты месяц находишься в дисквалификации, да? Прошло только две недели. А я уже не понимаю, что происходит между тобой и Клавой. Ты, смотри, на нее на что-то обижен. Она говорит, что ты как бы живешь в ее квартире, но при этом не проводишь по ночам время. Она тоже в свою квартиру не ездит. Более того, завтра они с Элиной едут в ресторан, вот, которые они это мероприятие называют сватками. То есть свататься едут. Я хочу понять, что происходит. Да, я сам в шоке от этой ваханалии. То, что она говорит, я не ночую дома. Слушай, Нелли, пока я жил у нее, это только сейчас несколько дней я там переехал к другу, я сейчас буду вещи забирать, да, из-за всего происходящего, то, что происходит. Я чувствую к себе неуважение. Неуважение в чем? Когда она нарушает наши договоренности, да, то есть когда мы с ней договорились, что он не пойдет в баню, где будут какие-то пацаны, она идет туда. Когда я вижу, что она с моей бывшей бухает в комнате, где также я еще живу, она мне просто у мужа там начинает лечить. Я столько услышал, я понял, что я просто пустое место в ее жизни. Вот и все. И для чего вся эта история? Для проекта мне это не интересно. Хорошо. Знаешь, на что я обиделся? И мы вчера, он позвал меня на разговор. Мне не хочется с ним лежать в кровати, вот с ним прикольно полежать на полу. А вот и я чмо. А вот и я чмо. Не, Элина, не будешь ты издеваться надо мной, я тебе говорю, давай другого ищи для мальчика, для обидения. Я вчера в такой вообще на лобном сидел, как черт. Вот так сижу. Но если ты считаешь, что мужчина, который может быть принадлежать только одной девушке, это черт, но тогда, знаешь, таких очень много мужчин. Мужчина готов принадлежать одной девушке, но ты сосешься с другими типами в клубе, а я буду такой, Элиночка, я не буду шутить с девочками. Не будет такого. Ты хочешь меня в Хеннели превратить? Не будет такого. Так что, Элина, нет. Я хулиган, я Диман, я весь я. Я не буду себя ломать, что-то там делать. Когда игра в один ворота идет. Правильно, я считаю это правильно, на самом деле. Я тоже так считаю. Я считаю, что не нужно, потому что я тоже в какой-то момент пыталась поменяться для человека ничего хорошего. Да, я не буду меняться. Поэтому оставайся таким, какой ты есть, и все. Вот и решили. Вот и порешали. Поэтому я еду в клуб в пятницу с моими друзьями и потусую хорошенько, и поснимаю там видосы. Контент я топовый буду делать. Как я гуляю в клубе, отвечаю, никто из вас так не... Может, только беда так гулял в молодости, но... Ну, сейчас уже не то время. Так я гуляю в клубе, ребят. Вы посмотрите, что такое видеосъемка, я и сам подсниму. Мне даже оператора не нужно. Даже Черно звать не буду, клянусь. Куда ты съехал сейчас? Я у друга живу. А ты прям расстался с Клавой? Еще раз. Я тебе сейчас объясню, почему я это сделал, если это интересно. Я уехал ровно тогда, когда понял, что, ну, без разницы. Человека не было три дня дома, она домой не торопилась, она напакостила, сделала вот такие случаи. Я расстался, для чего объясню? Потому что не готов это хавать, я не готов это терпеть неуважение к себе, да. И мне проще действительно вот так вот сейчас расстаться, а потом, возможно, поговорить, понимаешь. Я правильно понимаю, Игорь, что ты свободный мужчина, она свободная женщина на данный момент? Я поставил точку в отношениях, ты правильно все понимаешь? Если, например, ну, для нее отношения были такие, разовые какие-то, ну, когда фиксы, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. То есть то, что она едет на свадке в ресторан с Элиной, знакомится с мужчинами, у тебя не вызывает никаких эмоций? Он знает про этого мужчину? Он про него знает? Я хочу их познакомить. Вот эти какие-то договорники, я вижу, что, ну, я не дурачок, какой-то, я все это вижу, понимаешь. И типа, ну, просто я в шоке от этого. Все, хорошо, давай не монологом, а каким-то диалогом с тобой поговорим, смотри. То есть, получается, когда я приезжала домой, то я к тебе прям вообще была очень холодна, все было очень плохо, ты хочешь сказать так? Я тебе не говорю, что было все плохо, я сужу по тем ситуациям, когда ты просто взяла и насорвала не просто. Да, смотри, да, насорвала тебя после какого момента? После какого момента? Когда я тебя просила не делать, не сидеть в этих дебильных группах, не злиться, не обсуждать Элину, когда мы закрыли полностью эту тему, что ты делал? Даже когда я лежала с температурой, лежала с температурой дома, мне было плохо, я просто проснулась от того, что ты все время смотришь ролик с Элиной. И я просыпалась и говорю, хватит, типа, ну, то, что, говорю, ты что, прикалываешься, еще и у фаната или что? И легла спать, и ты продолжал это делать. Все равно каждый раз обсуждается она. И я себе про это говорила, что мне это не нравится, хватит. Это трудно, это фанешка, конечно, она обсуждается. Я смотрю, вы там вообще нормально дружились. Сама Элина на эти отношения никак не повлияла, потому что как бы Игорь не говорил, что она про него говорила что-то плохо, нет, она про него ничего плохого не говорила. Но в моменте он считает, что это предательство, но мы не говорим с Элиной о дружбе. Мы с ней просто хорошо общаемся, как и со всеми участниками телепроекта. Зачем ты бегала за беда? Ну, я не знала, что она кажется просто... Я этого не знала. Вот мне такого не говорили. Он обещал друг друга, поэтому я бегала, и все. И закрывай мирон. Ты хочешь общение в таком ключе? В каком ключе? Ты ничего не сделал, ты мог предложить нормально извиниться, что ты сделал, не знаю, встать тут на колени, перед всеми извиниться, перед домой, перед всеми, что такое делать? А кто мне реально твоих извинений, которые неискренне? Вчера он уже извинился передо мной, но это было максимально глупо, нелепо, как-то вот неискренне. Я же Кеннели Сайкс, я же ученица Алексея Безуса. И я смотрю только на его поступки, на его действия, а не на его тупые бла-бла-бла. Ты вчера пошла, человек извинился. И что мне делать? Ты приняла извинения? Нет, я просто сказала да. Я не говорила, приняла я их или нет. Я просто пришла за извинением. А зачем ты идешь? Ты будешь еще 300 километров ездить и доказывать, что ты не баран? Я буду доказывать, да. И буду доказывать, и ставить свою позицию. Это слабая позиция. Чтобы я задержал мои чувства, и он поступил как говно мужик. Что ты хочешь делать? Что он не мужик? Что ты хочешь делать? Я хочу хороших извинений, достойных извинений. Не извиняется дальше, что ли? Нет, он извинится. Я хотела бы передать телефон Саймону, твоему другу, потому что у него тоже есть ряд вопросов к тебе. Дело в том, что вчера Игорь мне звонил и просил по поводу тебя. Ну реально, то есть у нас даже немного разговор был такой на повышенных. Вопрос был в том, что я назвал то, что ты там делаешь, да, шлюшим поведением. И он мне говорит, слушай, у нас с тобой выстроились, ну, наверное, другие взаимоотношения. И по сути так и есть. То есть я из Сибири, он из Сибири. У нас какие-то одинаковые принципы, понятия. У нас даже круг общения где-то одинаковый. Но есть одна проблема. Я ждал от Игоря, что кое-что он мне скажет. Ждал, 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 ждал. На громкой связи со своими друзьями общался. Все знают про эту ситуацию, но он так и не сказал. Дело в том, что когда мы расстались с Эльвирой, а это было всего два дня. Два дня, которые прошли в переглядках, то есть мы сами варились в этом. Мы понимали, что сейчас что-то в любом случае будет, какой-то разговор. Ну сами понимаете, да, у людей бывают какие-то недопонимания. И дело в том, что вот она мне показывает голосовое буквально вчера. Говорит, смотри, что мне Игорь писал. И там голосовое. Привет, Эльвир, как ты там, что, ну, вы там расстались, да, с Аймоном? Ну, всякое бывает, ты там не переживай. Слушай, у меня тут товарищ тобой интересуется. Что, серьезно? Так вот я почему хотел при пацанах об этом поговорить? Потому что было бы прикольней, чтобы, ну, было бы лучше, чтобы именно пацаны рассудили. Именно вот с учетом тех сибирских понятий, о которых говорит мне Игорь, вот эти все дифирамбы. Потому что, потому что, нет, а я сейчас договорю. Потому что это для меня играет значение большое. Надо было извиняться нормально. Игорь, ты мне не позвонил об этом, ты мне об этом не написал. Почему мне моя... Я тебе звоню, ты не ответил. Но, тем не менее, ты не написал, то есть голосовое ты, Эльвире, отправил. Я не передавал ее контакты. Подожди, я с тобой не поговорил. А мне голосовое ты не отправил по этому поводу. Как так получилось? Подожди, я контакты не передавал, потому что я с тобой не пообщался. Более того, я увидел, что вы нормально начали общаться. То есть у меня кореш, он в курсе. Игорь, скажи, пожалуйста, ты можешь сегодня приехать на лобное место? Потому что очень много вопросов сейчас нарисовалось по поводу тебя и твоих взаимоотношений с разными людьми. Тут припаркован мой конь. О-о-о! Прошу. Пойдем скорее. Сюда. Запрыгивай. Прям даже так? Подожди, подожди, подожди. Ты слыхал спортом занимаешься? Да. Занималась хобби-хорсингом? Да, прям леда. Ты правильный. Правильный. Ого, что я вижу? Что ты видишь? Табуретка. Мы прискакали? Мы прискакали. Так, что мы будем делать? Для начала перепрыгнем в мишень. Готовы? Раз. Подожди, нет, давай поближе подожди. Да давай, все готово. Давай, ладно. Раз. Два. Три. Ну все, мой рыцарь упал. Отлично. Первое препятствие, хоть и с небольшими потерями. Держи, пожалуйста. Мы преодолели. Мы преодолели его, да. Тут, как ты видишь, хулиган. Мы должны перепрыгнуть через него, да? Мы должны оставить его в прошлом. Да, я готова, давай. Давай сделаем это. Да. Раз. Два. Три. Ой, хорошо. Слыхал, к тебе вчера заезжал какой-то восточный человек. Я считаю, что тоже можно оставить это все в прошлом. Давай и... Оп. Есть. Есть. О. Так, подождите. Ой, 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 ой. Лешка, Лешка, Лешечка. Женщины бывают злыми, брат мой. Она что, обоссала твои вещи? Что она сделала с этим? Вылила. Ай, ой, ой. Тише, тише. Релакс. Релакс, релакс. Релакс, бро. Ты очень сбешен, Леша. Так, подожди, подожди, подожди. Нет. Подожди, подожди, как бокс. Еще и понравилось, еще и понравилось, Леша. Ай, переживай. Главное сразу же, не надо на агрессии вот так вот бежать, рубиться. Держи, держи, держи. Левую руку подними. Пошел. Я в мальчике Нелли. Встретнись. Давай, давай, нажимай. Работай на дистанции. Агрессия тебе сейчас ни к чему. Ни к чему. Не придерживайся своего геймплана. Не надо вот это вот все. Вот не нужно. Не рубись, не рубись. С плеча не надо сразу рубить. Смотришь, это глупый поступок. Это глупый поступок. Это глупый поступок. И что, порядок я сделаю, а вот грязь ее в душе так и останется. Так я хоть орешек съем. Тут такая телега. Орешки жалко. Ты их вон там покупаешь. Тут Овик. Ты смотри, не выбрасывай их. Я съем с полу. За чем, блин? Я не забрала. Ого. Здравствуйте. Для вас доставка букета. Подскажите, на какой адрес мы можем отправить вам курьера. Кто? Я не знаю, меня просто отправили. Игорек может отправить? Я не знаю. Мне так приятно, кто мне букет отсылает. А прикинь, реально, Игорь. Вот так начинаются все мои отношения. Все, все, все разные вещи делаются только так. Договорились? Договорились. Вот так. Все. Можно идти. Дай мне коня. Ты хочешь одна попробовать? Нет, да давай. Что? Чтобы я была спереди, а ты сзади. Давай. Только у меня, видишь, у меня пальто. Ты любишь разнообразие? Да. Сейчас, конечно. Что ты хочешь сделать? Ну? Все? Все. Поскакали. Мне спереди даже больше нравится. Тебе нравится спереди больше? Конечно. Надо экспериментировать. Согласна. Без экспериментов никуда. Это жизнь. Ты посмотри, самцовские игры. Просто. Она это все любит. Особенно после температуры. Зачем? Зачем? Сапишинки? Таких она любит. Дим, что, с ума сошел, что ли? Да, весеннее обострение. Я чую опасность. Леня, все прозем. Все, не знаю. Борьба. Борьба. Ты посмотри. Девять месяцев спустя. Беременький. Ниже, ниже. Что делаем? Это Алексей Безус. А плохой человек пользуется девушками. У него нет денег. Он попользовался, бросил, унизил. Поэтому. Ты неадекватная. Да подожди, что ты делаешь? Все. Размазали. И сразу же пишет телевире. По мне это странно. Но честно, я тебе скажу, что я думаю, даже не то, что ему было интересно для какого-то друга своего, еще что-то. Игорь всегда находит какой-то повод написать телевире. Когда она была за периметром, он писал ей, ну что, телевирка, как ты там, ну что, это постоянно. А что у тебя там с парнями? И тут, видишь, они расстались, он сразу ей пишет. Я просто, ну, я просто, ну, сейчас на себя, ну, допустим, да, если я сейчас, например, вот встречаюсь с Игорем, типа, расстаюсь, и такая, слушай, там, кому-то там погоняют, да, ну, либо он там погоняет, ну, странная тема. Какой ужас. Ты вообще, да? Как это поднять? Почему он упал? Почему он упал? Ну, правильнее. С ноги. С ноги. Так по лицу тебе, что это? Это что за гопли? По лицу, по лицу, я говорю, кулаками. Да тихо, тихо. Спасибо.